Я приглашаю Израиль Мухаммад Басирова, заместитель имама Кизилюрта, Кизилюртовского района. А мы забываем приветствовать тех людей, которых я приглашаю на сцену. Мухаммад Басирова, за то, что Аллаху наделил нас этой возможностью сегодня вместе с братьями и сестрами собраться нашими большими алимами, нашими наставниками. За это мы всегда должны быть благодарны. И, конечно же, сегодня мы вместе с вами делим радость наступления месяца Рамадан, хотя она завершается, заканчивается. Да примет Аллаху Та'Алла все наши благие деяния и наши посты. На самом деле, Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, говорит, «Ман фари хабиду хули рамадан харрам Аллаху джасадаху аля ниран». Поистине, тот человек, который обрадуется наступлением месяца Рамадан, Аллах сделает его тело запретным для огня ада. И да сделает Аллах нашу сегодняшнюю радость таким радостью, что запретит нашим телам попасть в огонь ада. И, конечно же, уважаемые братья и сестры, мы, когда бы нас не постигает что-то хорошее, всегда воздаваяся Вишнему Аллаху халу, мы всегда читаем маулид, рассказываем о жизни, описание Пророка, салаллаху алейхи вассаляма. Ибо мы все знаем, там, где рассказывается о великих людях, не спосылается рахмат, милостей Вишнему Аллаху. И сегодня тоже этот маулид, который здесь читается, рассказывается о жизни, описание Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, с надеждой получить баракат, баракат этого маулида, баракат наших великих алимов, ученых, баракат нашего Пророка, салаллаху алейхи вассаляма. Умарубну Абдул-Азиз, разъяллаху альху, он делает завершение, говорит, когда я умру, вы, говорит, вместе с моим саваном, поставьте, говорит, ту частицу, которая у него была от Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, это ноготь и волос Пророка. Когда я умру, поставьте, говорит, похороните вместе со мной, говорит Умарубну Абдул-Азиз, так они и сделали. Это он сделал для чего? Для того, чтобы вот этот баракат от частиц, от тех реликвий, от тех асаров, которые достались от Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, провожала его из огромной жизни. А говоря о Умарубну Абдул-Азизе, уважаемые братья и сестры, я слышал от ученого, где он говорил, когда, говорит, его назначили амиром, когда его назначили халифом, он, говорит, подозвал к себе свою супругу, сказал, что если ты хочешь, ты можешь уйти от меня. От ныне сегодняшнего дня у меня, говорит, на тебя время не будет. И рассказывается, говорит, что после этого ему обязательным купанием купаться, говорит, не пришлось. Такие великие люди, они искали от реликвий, от асаров, от частиц Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, баракат. И мы с вами сегодня обязаны это делать. Сегодня мы знаем, реликвия асары Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, они есть и в Дагестане. Благодаря нашим алимам, нашим наставникам, альхамду лиллах, за это мы должны быть благодарны. И шукру за этот ниомат, уважаемые братья, когда мы слышим, что где-то есть, где-то показывают асар Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, поспеши туда, с целью получить баракат. Да, и сделает, конечно, Аллах наш маджлис, наш этот сегодняшний маулид, наш этот ифтар, таким маулидом, который мы тоже заслужим. От Пророка, салаллаху алейхи вассаляма, бараката, абсолютный день его заступничества. Да примет Аллаху та'алла. Ассаляму алейкум, рахматуллахи в баракату. АПЛОДИСМЕНТЫ